Всем привет, с вами Gameplan, и сегодня мы посмотрим на распаковку телефона ZTE V987 или по-другому Grand X-Quad. Вообще, давайте расскажу, откуда он у меня взялся. Я пошел его и купил в магазине. Я люблю делать спонтанные покупки. Мне давно интересовали китайские смартфоны, вообще как они работают, насколько они качественные. И вот совершенно на днях я зашел на один из сайтов и увидел то, что вот такая вот моделька существует, и вот она только недавно поступила в продажу в этом месяце. И я даже долго не думал, как и было с Nexus, я пошел да и купил его себе. Итак, давайте перейдем непосредственно к распаковке и посмотрим, что там есть. Коробочка вот такая, в принципе, неплохая, ничего лишнего нет, но она почему-то очень тяжелая. Вот тут, кстати, поролоновый такой вкладыш, наверное, чтобы телефон не разбился при транспортировке. Итак, вот эту пленку я уже отклеивал, когда смотрел телефон в магазине. Здесь у нас описаны краткие характеристики. Четыре ядра, 5-дюймовый HD-дисплей, Android 4.2, камера 8 Мп, аккумулятор на 2500 мАч и поддержка двух сим-карт. Вот так выглядит, собственно, сам телефон. Сзади вот такая вот вставка под камеру, логотипчик ZTE, USB, громкость, тут пусто, включение-выключение, канизо для наушников. Ну вот, собственно, и все. На сам телефон мы посмотрим потом. Давайте посмотрим, что у нас есть еще в комплекте. Под этой вот миленькой крышечкой, на которой лежал телефон, у нас находится кабель USB, microUSB. Ну, классика, в общем, даже рассказывать о нем не стоит. Вот такой вот зарядник. Первоначально, когда я смотрел комплект в магазине, я подумал, это OTG кабель. Но это вот такой вот своеобразный зарядник. Почему-то не смогли его, вот эту вот херню, без этого провода вот сюда поместить. Ну, в общем, пофиг, какой зарядник. У меня этих зарядников целая куча дома. Так, и гарнитура. Ничем не примечательная, простенькая. И, ну, ничего даже о ней говорить-то не хочется. Единственное, что вот тут вот бирочка ZTE на ней есть. Якобы даже ZTE эти наушники сами сделали. Помимо этого, в комплекте есть у нас руководство-пользователь. Вот такой вот на какой-то половинке А4 сделанное. Тут описывается, как вставить сим-карты, как включить телефон и что с ним не нужно делать. И, конечно же, гарантийный талон. Все по-русски, потому что телефон Ростестовский. Я его покупал в России. Стоит он, официально его рекомендуемая цена, 9 990. Вот такой вот телефончик. Сейчас я его хочу поюзать, ну, не знаю, может быть, несколько дней, может, недельку. И после этого запилю вам обзорчик и расскажу о своих впечатлениях от этого телефона. Но вообще, когда я его смотрел в магазине, экран меня реально порадовал. Очень качественный, очень яркий. Ну и, естественно, очень четкий, потому что все-таки здесь 1280 на 720 на 5 дюймах. В общем, всем спасибо за то, что посмотрели распаковку данного телефона. Ждите теперь полный обзор и мое мнение по поводу данного аппарата. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...